Средловским заключенным дали свободу творчества и фантазии. Ее хватило не только на изготовление привычных нарт и шахмат. За колючкой теперь выпиливают даже известных киноперсонажей. А кто-то из осужденных взял в руки шило исключительно из мирных побуждений. Убедился в этом Роман Сумин. Данная картина нарисована нашими осужденными. Картина Воснецова, где изображены три богатыря. Нарисовать шедевр за решеткой могут не хуже великих художников. Колония богата талантами. Демонстрирует большая ярмарка продукции свердловских тюрьм. Здесь и картины, и скульптуры, и даже дизайнерская одежда, которую производят в женской колонии Краснотуринска. Там шьют на любой вкус и цвет. На данный момент у нас как бы происходят конкурсы красоты, какие-то конкурсы среди отрядов. И они делают дизайнерскую одежду, платья, шульсе, костюмы. Это приветствуется со стороны администрации. Производство в колониях ничуть не уступают тем, что на свободе. Осужденных здесь не только обучают азам, но и дают профессию. Женщины учатся шить спецодежду и костюмы для охоты и рыбалки. Мужчины вырезать из дерева и даже делать оружие. Сувенирное. Вместо привычного мнения о том, что люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, делают только шахматы-донарды, осужденные в колонии номер 3 решили дать волю творчеству на полную мощность. Вместо привычных изделий они решили порадовать фанатов фильма «Чужой против хищника» и создали фигурку известных персонажей. Детские кроватки, диваны, игрушки и даже обувь – это лишь малая часть того, что создали осужденные. Среди этих поделок встречаются и совсем необычные. Это выделка шкур изделия, из шкур, затем изготовление чучелов, также изготовление кожи. Она помогает им самореализоваться во многом, выходя на свободу, открывая собственный бизнес, потому что сама по себе профессия, она такая, она истребована, потому что она редкая и достаточно специфическая. За такое творчество покупатель не жалеют никаких денег, так что у ярмарки даже появились постоянные покупатели. Хожу каждый год, вообще замечательно. И цены недорогие, и очень качественные, во-первых. И все ручной работает. В этом году приехала за одеялами. В прошлом году не досталось. Мишку вот именно, что захотелось. Одеяло лишу. Творчество заключенных в этом году перешло все границы – региона. На ярмарку в Екатеринбург приехали колонии Кургана, Тюмени и Челябинской области. Они хотят показать – свобода есть и за решеткой, как минимум в творчестве. Роман Сумин, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.